ДАТА.РУ Надзорное ведомство в период с 1 по 28 апреля провело плановую проверку на шести рудниках предприятия – Николаевском, Втором, Советском, Южном, Силенском, Королевском, где были обрушения и Верхнем. Также проверили склад взрывчатых материалов компании. Эти объекты относятся к опасным производственным объектам первого и второго класса. Итог проверки оказался неутешительным. Инспекторы нашли более 50 нарушений, игнорировались требования законодательства при проведении взрывных и горных работ, а также эксплуатации технических устройств на объектах. К административной ответственности привлечены само юридическое лицо Акционерное общество «Даль Полиметалл» и 16 должностных лиц предприятия, включая руководителей. Общая сумма выписанных им штрафов составляет 768 тысяч рублей по статьям 1 и 2 ст. 9.1 Кодекса об административных правонарушениях, нарушения требований безопасности на опасных производственных объектах и при обращении со взрывчатыми веществами на этих объектах. По окончании проверок юридическому лицу выданы соответствующие предписания на устранение выявленных нарушений, а также внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, сообщили в Ростехнадзоре. Напомним, обрушения на руднике Королевский произошли 17 и 30 марта. В первом случае все находившиеся в штольне рабочие выжили, но два человека пострадали. Один из горняков находился в тяжелом состоянии. При втором обрушении один человек погиб. По факту его гибели было возбуждено уголовное дело. За это предприятию придется нести отдельную ответственность. Скорее всего, наказание будет не только материальным. Виновнику или нескольким виновникам могут назначить до пяти лет тюрьмы. Расследование держит на контроле профсоюзная организация. В Дальнегорске в апреле началось благоустройство территории. Во многом скверы, парки и дворовые территории преображаются благодаря проекту формирования комфортной городской среды. В этом году список благоустроенных пространств пополнит шесть дворовых территорий многоквартирных домов, а также две общественные. Несколько объектов будут благоустроены благодаря муниципальной программе ремонта автомобильных дорог. Начало работ в рамках этих программ было запланировано на 1 мая. Но на многих объектах началось в апреле, вроде как с опережением графика. По состоянию на 18 мая работы ведутся лишь на нескольких из них. На остальных был выполнен демонтаж старого асфальтобетонного покрытия. Где-то неделю, где-то почти месяц назад. И вроде бы жители должны радоваться, ведь территория вокруг их домов будет отремонтирована, дороги сделаны. Но темпы и ход такого благоустройства омрачают эту радость. Микрорайон «Горелая» наша съемочная группа посетила первым. Здесь ведутся работы по благоустройству трех объектов, в числе которых дворовая территория многоквартирного дома 60 по улице Строительной. Здесь начали демонтаж старого асфальтобетонного покрытия в первых числах мая, но так и не закончили. Жильцы дома обращают внимание, что уже больше двух недель рабочие здесь не появляются, а снятие старого асфальта не продолжается. Аукцион на выполнение благоустройства выиграл подрядчик индивидуальный предприниматель Казарян. Сумма контракта составила почти 3,5 миллиона рублей. Следующий объект в этом микрорайоне – ремонт дороги, ведущей к домам по улице Строительной. Рабочих и здесь не обнаружено. Подрядчик, выполняющий здесь ремонт – индивидуальный предприниматель Моисеенко. Сумма контракта почти в 14,5 миллионов рублей. Буквально напротив ведутся работы по благоустройству съезда с автомобильной дороги к дому номер 9 по улице Олега Кашевого. Здесь мы можем наблюдать всю ту же картину – разрытая дорога, снятый асфальтобетонный слой и ни одного рабочего. И все тот же подрядчик – индивидуальный предприниматель Моисеенко. Из бюджета потрачено 14,5 миллионов рублей. У вас здесь благоустройство дороги, ремонт происходит? Скажите, доставляют ли неудобства какие-то? Разумеется. Моего кота задавили. Меня тут тоже здесь. Думала, не так, но тут ерунда эта стоит. Они двусторонние и объезжают эту загородку. Я тут сама под Москву не попала. Думала, господи, вот как это самое. Они вроде начали здорово, когда, говорю, как суббота и воскресенье. Но это все быстро сделают. Сейчас, что не суббота, никто не работает, тут ходи. Мы уже по той, там тоже камень, там меньше машин. А тут уже башки. Здесь страшные эти машины, камни, идешь с палками же идем. А вчера тоже 7 человек было, вот что-то они с бумажками здесь ходили. Может, побыстрее начнут делать. А то мы только по той дороге. Как субботу и воскресенье разлили, и каждый день ходят, что-то все пишут, меряют, пишут, а делать не делают. А как давно уже стоит, после того, как асфальт сняли? Так, это они где-то 7 числа, в пятницу, как мы пенсию получали. Это самое, 7 числа, они как с утра, как начали, это вот это вот, 7 мая начали вот это вот. Быстро они так все это сделали. Да, за 2 дня они все сделали. Грузили все, быстро сделали. За 2 дня. Ну, а теперь вот стоит. Да, вот я не знаю, я боюсь в магазинке, что я вот туда чуть не попал. Я думаю, вот тут-то вот, где загородка, они тут не едут, а не тут, и тут в стороне едут. Вроде бы как не должны ездить, а едут. И то есть 7 числа рабочие не появлялись, ничего не было? Не грузят ничего. Ничего не было. Тоже было сразу и этот, КамАЗ-вы грузят, подружья поищают. Сейчас только ходят, что-то меряют, все меряют, одно и то же. Да, вчера 7 человек было. Лазают, замеряют, замеряют, чуть ли не каждый день, толку нету. Тут только 7 человек было, 2 женщины и 5 мальчиков. А как вы считаете, к первому сентября закончат ли они этот обмен? Хотя бы к Новому году сделают. Они ждут, наверное, когда морозы ударят, тогда расценки побольше, вот они и ждут, наверное. Даже ломать не строят. Быстр сломали. Нет, я иду, я думаю, как строят, раз, два и быстро сделали. А у тебя его. Мы же думали, быстро это все сделается. Ну я тоже думал, суббота и воскресенье, ну сейчас быстренько сделают. Далее наша съемочная группа посетила объект благоустройства в районе Универсама. Здесь ремонтируют съезд с главной дороги в сторону улицы Пионерской. Такой оживленный автомобильный трафик и, пожалуй, самая большая проходимость людей в городе не способствуют скорейшему выполнению работ. Как и на многих других объектов, после демонтажа старого покрытия рабочих тут не наблюдали. Благоустройство здесь ведет индивидуальный предприниматель Моисеенко. Аукцион он выиграл с суммой в чуть более 14 миллионов 700 тысяч рублей. Здесь происходит благоустройство, ремонтируют дорогу. Скажите, вам это как-то мешает? Ну это просто как-то долго делается. А так, конечно, хорошо, что вообще делают что-то, да. Мы очень рады. Хотим увидеть результат уже скорее. Просто долго делается все. А как вот давно? Неудобство, в том, что грязь постоянно разводится, особенно в дожди. Ну, в дождей воеднево когда были, вообще пройти было невозможно. А вот так, ну... Ну, у кого машина есть, тем сложно. Ну, вот как давно сняли вот этот вот весь слой? Ну, две недели уже прошло. А с того момента появлялись рабочие, делали что-то? Да, периодически появляются. Ну, с вами экскаватор. Экскаватор проезжает. Грейдер был тут один раз, наверное, был. Может быть, все-все. Больше здесь ничего такого и не было. Время покажет. А как вы считаете, к первому сентября смогут закончить вот это все? Ну, и с такими темпами нет, конечно. Ну, как посмотреть... Просто как будто бросили бы и все. Ну, так нет, не сделают. Хотя, мне кажется, эту проблему-то сделать-то нет никакой. Ну, растянули зачем-то, для чего-то и все. Неудобство доставляет? Ну, как бы единственное, что ездить плохо так. Ну, сделают. А вообще часто здесь ходите, ездите? Ну, да. А как давно вот разрыли все вот это? Ну, уже давненько. Ну, примерно не скажете? Примерно не помню даже. А с тех пор, как разрыли, были рабочие? Какие-то работы производились? Я не знаю, пока не вижу никого. Доставляет ли какие-то неудобства вам ремонт дороги, благоустройство? Ну, конечно, затянулся ремонт. Можно было побыстрее сделать. А вот когда сняли, да, асфальт, это было примерно две недели назад. Были ли какие-нибудь рабочие? Проводились ли дальше работы или все стоит? Да, немножко там вроде соберились в том углу. А сейчас, я не знаю, не видно. А как вы считаете, успеет ли к первому сентября закончить ремонт? К первому должны успеть. Рабочих нам удалось достать лишь в одном месте, по проспекту 50 лет Октября 6. Посетив еще несколько дворов, мы наблюдали неизменную картину. Снят асфальт, работа стоит. Ни техники, ни рабочих не обнаружено. Мешает ли вот проведение работ таких жильцам? Камбага, если бы они делали. Они же не, они как выкопали, сколько времени прошло, и ничего не делается. Даже вообще. Конечно. Можно было, например, и попозже это сделать, чтобы, ну, как, а они выкопали, бросили. Вот как и на универсами там везде так же. А как давно вот сняли свой асфальт? Ой, когда? В апреле. Месяц уже, наверное. Да, не апрельсия, нет? В апреле. Вот, как подпускаться здесь, скажите? Вот старенькие ходят с костылями, да вот, детки малые, вот так упадет и расшибется. Да нет, еще не случай, случай не было. Пока еще не было случаев, чтобы что-то... А вообще рабочие ходят здесь? Да нет, никого не видно. Они вот выровняли, откатали катком, и все, и пропали. И, я смотрю, знаков нет. И знаков они не стали, да? Нет, ничего нет. А как вы считаете, успеют ли закончить к первому сентября? У них такой срок? Нет, конечно. Не знаю. К новому году делают. Ну, там написано вроде на это, что до сентября. К новому году делают. Даже не можем ничего сказать. Начали они вот это копали, разрывали активно, да, тут прям такое было. Я говорю, ой, да, наверное, быстро сделают. Все, как вымерли все. Аукцион по благоустройству дома 23 по улице Осипенко выиграл подрядчик, индивидуальный предприниматель Казарян. Работы были начаты в апреле, и вот почти месяц рабочих жильцы дома не наблюдают. Как и знаков, что здесь ведутся какие-либо работы. После снятия старого асфальтобетонного покрытия попасть к себе домой, особенно людям пожилого возраста, крайне затруднительно. Так как им приходится преодолевать ступень из-за разрытой дороги около 30 сантиметров. А в темное время суток ее и вовсе можно не заметить и упасть, а машинам пробить колесо или испортить ходовую часть. Большинство жителей выразили надежду, что работы будут закончены в предусмотренный срок. И печальную практику прошлых лет, когда асфальтирование дворовых территорий происходило поздней осенью или зимой, что сказалось на его качестве, в этом году не повторят. Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств – это то, что должно заметно повышать комфорт жителей. При проведении ремонтных работ власти также должны учитывать особенности микрорайонов, наличие альтернативных подъездов и подходов для удобства жителей. То есть предусматривать все ключевые моменты, чтобы жители смогли по достоинству оценить то, что для них делается. С апреля 2021 года вступили в силу новые правила назначения и расчета пособий на детей от 3 до 7 лет. Подробно об изменениях в утверждении основных требований к порядку назначения выплат рассказала заведующая сектора обработки и межведомственного взаимодействия Центра социальной поддержки населения Дальнегорского городского округа Жанна Симаченко. Постановлением правительства Российской Федерации 31 марта 2021 года за номером 489 внесены изменения в порядок назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. С 1 апреля 2021 года при назначении выплаты для детей в возрасте от 3 до 7 лет вводится трехступенчатая система установления максимального размера выплаты. Значит, ежемесячная выплата предоставляется в случае, если размер сентяшевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. В 2021 году размер прожиточного минимума на душу населения в Приморском крае равен 13 963 рубля. Стандартный размер это 50% как и ранее предоставлялось на ребенка, он получается 50% составляет 7704 рубля 50 копеек. Далее, значит, если у семьи с учетом 50% не позволяет обеспечить доход семьи до прожиточного минимума, то выплата будет назначена в размере 75%. Если и это увеличенное пособие в размере 75%, которое будет составлять 11 556 рублей 75 копеек, не позволит вывести семью из числа нуждающихся, то родители будут получать выплату в размере 100% и от прожиточного минимума, которое будет составлять 15 409 рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Для подтверждения права на дальнейшее получение ежемесячной выплаты необходимо обратиться с заявлением в течение последнего месяца ее предоставления. Специалист рассказала о важности порядка заполнения заявления и сроках его исполнения. Если гражданин обращается к нам с заявлением, мы рассматриваем это заявление, максимальный срок 30 рабочих дней. Так как делаются запросы во все организации, гражданин обращается к нам через госуслуги, заполняет заявление. Очень просим внимательно заполнять это заявление. Если где-то допустили ошибку по возможности сразу ее исправить, если вы видите там в имени или там отчество неправильно сразу вы внесли, то поправьте, чтобы оно у вас было. Также после заявления есть сведения, которые также просит заполнять, определять, то есть ставить галочку там, где необходимо. Для того, чтобы специалист, производящий назначение, ознакомился с вашим заявлением, если необходимо будет донести какие-то дополнительные документы, он пришлет вам также на госуслуги уведомление о том, что необходимо донести такие-то документы. Если гражданин допустил ошибку в заявлении и по невнимательности где-то там имя неправильное, там отчество указал, дату рождения, то ему также придет уведомление на госуслуги о том, что он должен исправить это заявление и переслать его, отправить также в ведомство его дополнительно. В состав семьи также будут включены дети-студенты, которые ранее не учитывались. В заявлении граждане должны указать о том, что в семье имеются учащиеся дети до 23 лет, а также предоставить справку об их стипендии в МФЦ. При назначении выплат будет проводиться и оценка имущественной обеспеченности семьи. На сегодняшний момент также учитывается имущество, имущественная обеспеченность семьи. Это квартира рассматривается, автотранспорт, мы делаем запрос объекта недвижимого имущества. Но это может быть причиной отказа. Если в семье наличие более двух и более. Но если семья является многодетной, она также должна указать заявление, что, например, им выдавалась квартира по программе, как многодетная семья. Или у них имеется земля, так же, как многодетная семья. То есть, чтобы это не стало причиной отказа, рассматривая, мы сделали запрос, нам пришел ответ, что семья имеет два жилья. Но если это многодетная семья, то это будет учитываться. То есть, мы должны это указать заявление. Также новыми правилами предусмотрено и обязательное условие предоставления доходов для трудоспособных членов семьи. Доходы учитываются трудоспособных членов семьи. Это предшествующие четырем месяцам месяца обращения. То есть, если гражданин обращается к нам в июне месяце, мы отступаем четыре месяца и берем доход за период двенадцати месяцев. Причиной отказа может быть так же, если трудоспособные члены семьи не осуществляли доход. Мы делаем запрос в центр занятости, в налоговую инспекцию. Если не приходит подтверждение, значит будет отказ. Но существуют уважительные причины, по которым гражданин не имеет дохода. Это, например, мамочка находится по уходу за ребенком до трех лет. Потом это обучение по очной форме, если ребенок учится, но не получает, например, стипендию. Длительность лечения свыше трех месяцев. Прохождение военной службы. Это все является уважительными причинами. Для того, чтобы мы учли эту уважительную причину, также напоминаю о том, что необходимо правильно и в полном объеме заполнить заявление, которое предоставляется на госуслугах. Администрация Дальнегорска сообщает о том, что на территории Приморского края обнаружено многолетнее травянистое растение рейнутрия японское, включенное в список самых опасных инвазивных видов по версии Международного союза охраны природы. В связи с этим запрещено его распространение на всей территории округа. Чем оно опасно, расскажем далее. Рейнутрия японская – это быстро распространяющийся вид растения, странами происхождения которого являются Япония и Китай, откуда она и начала свой поход по миру. Этот агрессор захватывает земли и вытесняет с них местную флору. При этом рейнутрия настолько инвазивна, что во многих странах ее распространение сравнивают с эпидемией чумы. И это неудивительно, ведь она вырастает на 20 см в день, а значит способна за короткое время загубить целый сад, поскольку ее побеги просто-напросто лишают соседей питательных веществ и влаги, вследствие чего те умирают. Трава образует собой настоящие заросли. На сегодняшний день рейнутрия занесена экологами в Черную книгу растений, которые вредят нашей природе, поскольку угрожают биологическому разнообразию. Доказано, что разнообразие почвенных жуков среди мест ее распространения ниже, чем в естественной растительности. Эксперты утверждают, что до сих пор не было выявлено ни одного известного науке способа борьбы с рейнутрией, стебли которой порой могут достигать до 3 метров в высоту. Что касается корневой системы, она распространяется гораздо быстрее и способна разрушать асфальтовое покрытие, повредить фундамент зданий и коммуникации на участке, а также легкие постройки. Ее быстро распространяющиеся побеги буквально убивают остальные растения, в связи с чем категорически запрещается высаживать этот вид на приусадебных и дачных участках, в огородах и придомовых территориях многоквартирных домов и общественных зданий. В летний период многие садоводы часто используют рейнутрию для скорого облагораживания садов и клумб, что также является одной из причин ее быстрого распространения. Однако стоит помнить, несмотря на то, что на сегодняшний день существует множество способов борьбы с сорняками, искоренить и контролировать растения невозможно, поэтому оно занесено в список самых опасных инвазивных видов. Если говорить коротко, это все значимые события дня. До свидания. Спасибо, что вы с нами.